Дневника студенческой весны Все программы были сделаны по одной тематике – телевидении. Но отличия, естественно, есть, и сейчас мы их разберем. Первый концерт – Институт физики. Лайтовая версия – компания в чужом нижнем белье. Говоря проще, программа «Окна». Добрый вечер, дорогие зрители и телезрители! В эфире программа «Давайте разберемся по-хорошему». И с вами я, ее ведущий Эдуард Гузеев. Суть. Один парень, напоминающий своим видом всеми известного игрового журналиста Антона Логвинова. Хотя не, игровой журналист для Антона сильно будет. Давай еще раз. Один парень, максимально невезучий, фамилия соответствующая – Непрухин. И все у него идет по одному месту. Студак забыл, местные стражи галактики не пустили в универ, на экзамен опоздал, приказ об отчислении, военкомат, казарма… Че-то опять не туда понесло. Так вот, парень решил прийти на программу, потому что в кругом все виноваты. Поэтому давайте поприветствуем главного гостя этого выпуска! Здравствуйте! Здравствуйте, представьтесь и поделитесь со всеми вашей душераздирающей историей. Меня зовут Денис Непрухин. Я студент второго курса. Или уже не студент. Ведущий, небезызвестный по другим телевизионным проектам… Порою сама жизнь, как говорится, подкладывает нам свинью. В виде каких-то на первый взгляд неразрешимых ситуаций. И мы носимся с ней, не знаем, куда ее деть. И думаем, что никто не в силах нам помочь. Так было до тех пор, пока не появилась программа «Моя свинья». Приходите к нам в студию, мы будем рады вам. Выслушаем и поможем добрым советам. Начинает выслушивать главного героя и приглашать виноватых в его неудачах в студию. Кузеля, аплодисменты! Кто вам разрешил снимать? Остановились, Темка? Недавно мы посмотрели видеоролик. Какой видеоролик? На WhatsApp скинька. В котором вы, не проявив ни капли понимания, не внемля просьбам и мольбам, с нечеловеческим холоднокровием приняли фатальное решение для нашего героя. В итоге они посмотрели все ситуации, он осознал, что самого все виноват, и конец. Ну и по классике студенческой весны вся канва была связана песнями, плясками и шутейками. Жизнь словно телешо! Жизнь словно телешо! Второй концерт. Институт филологии и межкультурной коммуникации. Здесь уже больше похоже на типичные будни сельского телевидения. Перейдем к сути. Продюсер, чье ЧСВ пробивает абсолютно все, отправляется по приказу руководства в село поднимать и развивать местное телевидение. Там его, естественно, встречают добрым словом и в самом начале нам демонстрируют контент, который село заслужило. Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа новостей и я, ее ведущий, Игорь Смирнов. На календаре 13 февраля. Сегодня в выпуске. Похититель козы так и не был найден, а коза, кстати, в порядке. Продам гараж. Звонить по номеру... Соловат! Извините, технические неполадки, а пока перейдем к прогнозу погоды. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. В целом, по республике ожидается преимущественно солнечная погода. Северо-запад России атакует обильные снегопады. Юг России ожидает усиленный ветер до 11 метров в секунду. Ну а спонсор сегодняшнего прогноза погоды – магазин электроники Салават. Салават! Вентиляторы по самым низким ценам. Добрый вечер! Здравствуйте! Всем хеллоу, дамы и господа! Это ток-шоу! Ток-шоу! И я ее ведущий, проводник Мирзвелл-шоу-бизнеса и нашего города Айнур Жуакиров. И сегодня в гостях герой нашего города. Человек, который участвовал в массовке программы «Поле чудес», а также девушка, которая вживую видела ведущего «Что, где, когда». Спойлер! Даже он не знает ответов на эти вопросы. Так, стоп! Стоп! Эй! Оставите это! Остановите съемку! Разумеется, все это похоже на классический сюжет какой-либо мелодрамы, в конце все будет хорошо, бла-бла-бла и так далее, но программа «ФМК» действительно цепляет. Цепляет именно тем, что у них канва старается как-то пересекаться с номерами. А жена как к этому супругу к вопросу относится вообще? Так, стоп! Я не понял, что происходит? Воу, 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 дамы и господа! Какое напряжение! Не переключайтесь! Ведь совсем скоро Рустем Байрамов на этой сцене выступит со своим творческим ансамблем. Ведь они-то точно знают, что не стоит доверять «Электрику» без бровей! И по традиции «ФМК» самые мощные концертные номера тут я просто оставлю без комментариев. Субтитры делал DimaTorzok Ну и на этом все. Понравился выпуск? Подпишись на нашу группу ВК и следи вместе с нами за студенческой весной Казанского федерального университета 2019. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok